Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Мы озвучиваем вопросы на нашем православном ибрейском сайте. По порядку. Тут 55 папок и 4124 вопроса. Сейчас берем шестую папку веры. Заранее приготовил эти вопросы. Немножко кое-где добавку к ним сделаю. Поехали. Вопрос. 3490. 22 том открытым оком. Вы отрицаете, что корни и традиции нужны? Нет, не вопрос. Просто говорят. Они знают, что так. Это я за кафедрой в университете, и мне студенты там кто-то дают. А как же сами говорили, что многое, что узнавали в детстве от матери, помогло вам найти путь ко Христу? Ну так. Ответ. Без корней дерево не растет, а засыхает. И у каждого они есть. Только бывают корни, несущие живительные соки, а бывают и источающие ядовитую плесень. Я говорил против того, что толчет патриарх и все священство. Что в народе якобы есть некие корни, традиции народные, помогающие им выстоять, прийти к Богу, в храм. Это чушь. Дикое язычество. И тем ядом питаются. Возьмите переодевание на Руси женщин в мужское одеяние, в брюки. Сплошь. Разве было, когда такое на Руси? Посмотрите на рисунки всех до единого художников, народников, передвижников. Хотя бы один, хотя бы силуэтный рисунок найдете, где женщина в мужской одежде. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Так почему же священники позволяют этим мерзавкам заходить в церковь? Начинают лукавить даже священники, знающие Библию. Когда делаешь им замечание, что их дочери щеголяют в штанах, а мужичились. Они бьют на то, что брюки у них должны быть необтягивающие. Брюки, ни юбка, ни балахон мусульманский. Они никак не могут быть необтягивающими. Она для того и натянула их, чтобы подчеркнуть свою фигуру. Это ее товар. У нас корни свои были старобряческие. Знали, что курить нельзя, воровать грешно, матерное слово под запретом. А блуда страшились, как гиены огненной. У меня есть свои наработки. Мне с детства сбложено. Чистота – залог здоровья. Но не чистота в ее городском понимании. А на корнях деревни, где выход из дома, прямо в притом скотский, где миллионы мух. Так вот, я мух не взлюбил с детства и давил их. Мухоморы настаивал. Липучки разные доставал, бумажки в блюдечках. Отравлялись килограммами этой твари. И сегодня в жилище, где я нахожусь, никогда нет ни одной мушки, ни одного комарика. При входе в комнату лежит половичок. На нем разуваться. Не в сенях и тем более не на веранде, как и некоторые из наших умудряются. А вытащив ногу из обуви, на этот половичок ни в коем разе уже не становиться. А на чистый пол. Там, на половичке, территория улицы с ее туберкулезом, с ее заразой. И этого требую неукоснительно от всех. Потому что в доме хожу босиком, без тапочек. И этими ногами приходится даже уже остановиться и на кровать, и на стул. Свет в комнате ни в коем случае, ни в коем разе не включать, пока самым тщательным образом не будут закрыты двойные шторки. Так что с улицы даже в мизерную щель не увидят ничего в комнате. Без крестного знамения ничего не делать. На улицу не выходить. В дне церкви нет спасения. И церковью ни одна секта быть не может. И там спасения не может быть. Согласно Библии, канонов, церкви и трудов святых отцов. У кого этих корней нет, те за церковь не держатся. Потому что пришли из мира. Были безбожниками, им разницы нет, где быть. Лишь бы им помогали материально, и было бы полегче. Если услышали впервые о Библии, о боге сектантов, а потом и станут православными, но у них та первая телегония, телегония, первое осеменение, как скрытый дух зла сидит, и при первом же неудовольствии в православии они сваливаются в проклятие отщепенцев и раскола. У меня ж корни были. Молитвы детские, молитвы матери, дедов, дяди, и они помогли устоять среди всех исканий, твердо держась православного уклада, строя молитвенных правил. Второзаконие 32.46 Тогда сказал им, «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». Псалом 77.6 «Чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещались своим детям. У друзей потери тяжкие болезни, как недостача воздуха, здоровья. В семью и в общину предатели пролезли, и вместо родниковой умываясь кровью. Мы вместе столько искренних бесед и стежек рядом церковь истоптали, но где тут общий вместе ровный след, кому теперь не станет жаль их? При высплении чуткие напевы, и это все еще теснится в перепонках. Плоды труда совместного поспели, мы вместе сеяли, баюкали ребенка. Какая кошка черная слезнула, две подписи под дружественным пактом. Теперь лишь тень над запыленным стулом, воспоминания волную прут накатом. Мы посещали вместе Божий дом, беседы искренне детям доставались, нас видели на выходе вдвоем, как и когда между нами вторглась пакость. Чуть не пободрствовали где-то в торопях, и враг, ползущий, сдвинул очертания. Вчерашняя дружба, самозваный ляг, глумится над священством и постами. И пролегла между нами полоса. Когда детей твоих не похвалил я, на твой характер дикий не списать, поклонов не было на утренней молитве. Уже сектантов восхваляли рты, их с житиян душисто воскуряли, повыползли обиды черные кроты, курящий тайно сын испорченные крали. Крали, давай, девчонку. Ага. И началось сплошное беснование, и да вешму же по чужой каблук, в который раз сатана, в который раз вас сатана обманет, на новый переезд подвизгивает слух. Я написал о соседях своих. Вопрос 3056, 16 том «Открытым оком». В одном месте Библии говорится, что нет праведного ни одного, а в других речь идет о праведниках. Кто же такие праведники, и есть ли они сейчас, где, или нет их вовсе? Ответ. Библия постоянно показывает состояние двух природ в человеке. Первое – от созданного Адама до его согрешения. Она богоподобна и бессмертна. И вот такая душа по природе создания есть христианка. Премудрая Соломона, 2.23.24 «Бог создал человека для нетления и содел его образом вечного бытия своего. Но с завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащий к уделу его». Римлянам 3.10 Как написано, нет праведного ни одного. А по природе, после грехопадения, душа продана греху и нечиста. Иов 14.4 Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Исайя 64.6 «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер уносит нас». Иисус Христос, истинный Бог, сошел на землю, воплотился через Деву Марию и взял на Себя наши грехи, чтобы ответить за них, искупить нас. 1 Коринфянам 6.11 «И такими были некоторые из вас, но мылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Иоанн 1.7 «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Коринфянам 1.30 «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением». Читут 3.5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане и возрождении, и обновлении Святым Духом». Вопрос 3.101, 16-й том «Открытым оком». «По каким главным причинам можно вот так радикально изменить свое отношение к миру? Бросить все, чем жил, и вдруг поверить в Бога, которому никогда и не молился?» «Ответ. У одного это бывает, как вспышка на пути в Дамаск, у Савла, а иной что-то необыкновенное замечает верующих, читает Библию, испытывает чувство перерождения и решает изменить свою жизнь. Прежде уверовавшие, родственники тут ему в помощь». Кавычки открыты. «Очень хорошо помню, как я первый раз приехала с сыном Игорем и внуком Максимом на машине в Потеряевку. «Приехали мы к батюшке, отцу и Акиму, чтобы взять у него щенка для моего сына, который жил тогда в поселке Коршино. Сама я приехала к сыну из Караганды, Казахстан, в гости. Игорь со всей семьей уже тогда стремился к Богу. Я же жила мирской жизнью, красилась, ходила без платка. И именно в таком виде я и появилась в Потеряевке. Батюшка, ласково улыбаясь, вышел к нам, а из-за пазухи у него выглядывал щенок. Улыбался батюшка Максиму и Игорю, но не мне. Я это очень сильно почувствовала. Меня охватил стыд от моей неправильной жизни. Стало больно и страшно за то, что в моих глазах внешняя красота была на первом месте, а эти люди живут совсем другими ценностями». Ты не знаешь, о ком речь идет? Нет. Ну, считаю. Очень сильно бросился в глаза внутренний свет, который как будто исходил из сердца и безграничная любовь. Первое семя Евангелия было положено моим сыном и его женой Галей. Все наше свободное время отныне было посвящено беседе Евангелии о Боге. Читалось большое количество литературы. Неизгладимое впечатление на меня произвела книга «Великая в малом». Эта книга перевернула все мое сознание. Я взглянула на мир другими глазами. И вот, когда в сентябре 1994 года я ехала в поезд в поезде из Корщина в Караганду, я находилась одна в купе. То всю дорогу размышляла о жизни, о Боге. И в какой-то момент мое сердце наполнилось безграничной любовью к Господу. И я поняла, что нет мне жизни без моего любимого Христа. Я благодарна Господу, что Он коснулся моего сердца. Чуть позже, после моего очередного приезда в Потеряевку, я встретилась с Игнатием Тихоновичком. Он меня поразил своей целеустремленностью, бодрствованием и неиссякаемой любовью к Евангелию. Все его слова, все его проповеди призывали к любви к Богу. Я благодарна Господу за то, что встретила таких людей, за то, что Господь привел меня в такую общину, где живут такие уникальные люди. Я благодарна Господу за все, что Он дает мне, за жизнь в Потеряевке, за мою веру, веру в невидимое, за веру в Иисуса Христа, который отдал свою жизнь за мои грехи. Глушкова Нианила Александровна, Черник, поселок Потеряевка. Узнал? Да, теперь знаю. Вот так. Вопрос месте. Там я уже сижу. Кавычки открыто. Существует одна русская православная церковь. Это не много церквей, а одна церковь. Она и так едина в том, в чем должно быть единство. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, я не могу считать Евхаристию в московском храме на Большой Ордынке, отличной от Евхаристии в русском храме, расположенном, скажем, в городе Бурлингейм, штат Калифорния. Оба являются православными храмами, и более того, оба являются русскими храмами. На этот счет возможно разные мнения, но уверен, что большинство русских православных людей будет смотреть именно так, далее. Будет ли кто-то утверждать, что святой Иоанн Шанхайский является святым только в пределах зарубежной церкви, а в Москве он уже не святой, так как не был канонизирован московским патриархатом? Что же не едино в таком случае? Это внешняя церковная организация, которая у поместной русской церкви повредилась в результате страшных событий 20 века. Конечно, в церкви невозможно совершенно разделить внешнюю организацию от внутреннего содержания. Поэтому стремление к исправлению повреждений благое дело. Организационное объединение церкви за границей с церковью на родине казалось бы должно быть частью такого исправления. вот черты унии не открытые обсуждения в поисках истины, а закрытые дипломатические переговоры в поисках взаимоприемлемых уклончивых формулировок. В конце концов, во главу угла ставится даже не такое формальное согласие по сфорным вопросам, а такое, а только подчинение одной стороны другой. При этом оговаривается, митрополит Лавр в одном из интервью говорил об этом, что упоминание московского патриарха будет возможно делать так, что это никто не заметит. Тогда зачем оно? Но оно необходимо, а в остальном ничего не изменится. Однако, священная мира по принципиальным соображениям настаивает в одном из своих интервью патриарх Алексей, зарубежная церковь должна будет получать только из Москвы а сама варить не будет. Для справки, до эволюции в России мира варили в нескольких местах. Зарубежная церковь будет автономная в кавычках, у нее будет по-прежнему свой первый иерарх, однако, избрание его будет утверждать Московский Синод. Флорентийская уния, Брестская уния, вам это ничего не напоминает? Естественный вопрос, а зачем все это? Зачем автономия? если будет одна церковь, зачем поминать патриарха так, чтобы никто этого не заметил? Автономия это полный абсурд. Либо если ничего не препятствует полное искреннее единство, либо независимое существование. Переформулируем грубо. Если Московская патриархия окей, то зачем все оговорки и уверения, что ничего не изменится? А если не окей, тогда зачем лезть в хомут? Обсуждается не единство русской православной церкви, невзирая на печатную риторику, поднявшуюся до крещенду перед началом Всезарубежного собора. Всезарубежному собору предложено практически без альтернативы согласиться на объединение двух церковных организаций. В зарубежной церкви как организации с Московской патриархией, а точнее присоединение первой ко второй, в качестве автономной части. Именно это. Так как речь идет об административной структуре, я употребляю слово патриархия, а не патриархат. На таком развлечении любят настаивать официальные лица самой московской патриархии. С другой стороны, ее радикальные противники употребляют это словосочетание расширительно МП, то есть Советская Церковь или Красная Церковь. На иностранные языки, оно, впрочем, непереводимо. Посмотрим на историю. Откуда взялась зарубежная церковь и откуда взялась московская патриархия? Факты общеизвестны. Хотя, как ни странно, они забывают многочисленные предсоборные публикации, написанные в крайне легковесном стиле. В результате поместного московского собора 1917-18 в русской православной церкви было восстановлено патриаршество. Тем временем большевики развязали гражданскую войну, которая была на деле войной против всего русского. Уничтожение церкви было одной из главных задач. Россия была залита кровью, в том числе кровью неисчислимых новых мучеников за веру. В условиях гражданской войны и последующего исхода значительного количества русских людей за рубеж. Не бегство с родины, как лгут сейчас наследники большевиков, а исхода с оружием в руках русских людей, защищавших родину от шайки интернациональных бандитов. Нормальное управление поместной российской церковью стало невозможно. Святой патриарх Тихон издал указ, обязавший архиереев, отделенных линией фронта или государственной границей от центральной церковной власти, сноситься друг с другом для образования временного управления. А при невозможности и этого каждому архиерею принимать на себя полноту власти. Временность понималась до восстановления нормальной церковной власти по всей России. На этой основе оказавшиеся за границей архиереи, на которых лежала ответственность за русских беженцев, образовали сначала временное церковное управление, а затем зарубежный синод. Первым председателем его стал митрополит киевский и галицкий Антоний Храповицкий, один из самых авторитетных русских епископов и один из трех избранных кандидатов на патриарший престол. Как известно, окончательно из этих трех кандидатов патриарха определил жребий. Так возникла русская зарубежная церковь. И никто, никто в тот момент не предполагал, что ее временное в кавычках положение станет весьма долгим. Внутри самой России и после гражданской войны не прекращались гонения. После кончины, возможно, насильственной, патриарха Тихона 25 марта 1925 года избрание нового патриарха по правилам, определенным на Московском соборе, было невозможным. Патриарх указал на случай смерти трех местоблестителей патриаршего престола. Временно до выбора патриарха. Опять-таки никто не предполагал, что выборы так и не состоятся. Такое право было ранее дано ему на поместном соборе ввиду сложившихся чрезвычайных обстоятельств. Известно, что произошло в реальности. На короткий срок мог принять на себя права и обязанности местоблестителя митрополит Крутицкий Петр Полянский. Затем он был арестован и уже не выходил из заточения, пока в 1937 году не принял мученический венец расстрелян 27 сентября 1937 года. Другие предполагаемые патриаршем завещаниями местоблестители святители Кирилл и Агафангел вообще не смогли приступить к своим обязанностям, будучи в заточении. Последствия также расстреляны. Автор ошибается, митрополит Агафангел не был расстрелян, он и прославлен церковью как исповедник. По завещанию митрополита Петра составленному им накануне ареста митрополит Нижегородский Сергий Строгородский принял на себя роль заместителя местоблестителя патриаршего престола. О том, что может возникнуть нужда в таком понятии в прежние времена невозможно было и подумать. Строго говоря, назначение заместителя выходило за рамки канонических норм из собственных прав митрополита Петра как только местоблестителя а не патриарха но первоначально получило законность благодаря признанию других епископов с которыми Сергий в первое время действовал единомысленно. В первое время то есть до издания печально знаменитой декларации 1927 года много говорят о тексте декларации но еще важнее слов действия митрополита Сергия после издания декларации он отверг протесты других иерархов находившегося в заключении митрополита Петра будущих священномучеников митрополита Кирилла Казанского Агафангела Ярославского Иосифа Петроградского и многих других стал действовать единолично установив диктатуру первого епископа и использовал присвоенную себе власть чтобы вступить врага впустить врага внутрь поставив назначение и смещение архиереев под контроль ГПУ не признающих декларацию Сергий смещал а для ГПУ непризнание стало основанием для ареста митрополит Сергий подчеркивал что кавычка заместитель места блестителя является как бы его тенью с прекращением места блестительства или ухода места блестителя исчезает и заместитель до известия о смерти митрополита Петра в 1936 году оказавшегося как теперь мы знаем ложным святитель был жив еще год его имя поминалось перед именем митрополита Сергия однако после этого известия заместитель места блестителя не исчез но стал сам называться местоблестителем еще до этого заведомо при жизни святителя Петра митрополит Сергий фактически присвоил себе титул первоиерарха митрополит московский и коломенский с номинованием блаженнейший решением синода который организовал единолично нарушение соборных правил таким образом митрополит Сергий узурпировал центральную церковную власть в России можно читать я опять пролесну для себя внешнюю организацию церкви в России спасла не политика митрополита Сергия а божий промысел карающая но и очистительная гроза страшной войны вот если затормозите прочитайте и опять двиньтесь опять прочитайте московская патриархия в нынешней форме была создана в результате совещания трех архиереев у Сталина 4 сентября 1943 года митрополита Сергий митрополита Алексия и митрополита Николая митрополита просматриваем все дальше пишет зарубежная церковь зарубежная церковь никогда не задавалась целью миссии среди окружающих неправославных народов вот и все никогда то ли молились собирались и все все старались монашеские зипу натянуть на себя и дальше о возможности создания будущем новых поместных православных церквей в странах русского рассеяния теперь я даю ко всему что впереди было имя написано вот кавычки тут закрыли последние слова представительской организации и даю эпиграф из Святой Библии на все что впереди было сказано про организацию мирскую премудрость Соломона 9.4 даруй мне присидящую престолу твоему премудрость и не отринь меня от отроков твоих Сирахова 28.11 беседа благочестивого всегда мудрость а безумно изменяется как луна Данила 2.21.22 он изменяет времена и лета низлагает царей и поставляет царей дает мудрость мудрым и разумение разумным он открывает глубокое и сокровенное знает что во мраке и свет обитает с ним из некогда каньоны и ущелья водораздел по сути бытия при обольщении очень мягко стелют но припечет застонут без питья в храм некогда пойти по воскресеньям обугленному жаром суеты а время подлинно тогда воду оценят чтоб в тартаре без времени застыть и некогда исследовать писание такая занятость во дому и на дворе все ждем что лучшее пора настанет и колобродим совести во вред учебой занятость аучим пустоту и истории в срамных кровавых кляксах и некогда пусть дети подрастут от этих деточек придется горько плакать на благовестие все некогда пойти с уютной тишиной распрощаться и оскорбление среди родных скотин от некогда нет пользы при несчастьях и лжом бессовестно по крупному нахально мол некогда и совесть не тревожит и совестью по-скотски зарастаем в кале в киот иконы лезем с толстомордой рожей две целых и две десятых миллиарда раз шагнет секундное к семидесятилетию все некогда дебильность и маразм со всех сторон возможностей облепят вот это самый лучший день и час даруемый мне Богом и Еговой зовут на подвиг по мозгам стучат не спит ленивец в некогда запоем благоприятный момент и расцелуй а что мешает спятится и сгинет к нам некогда не вхож раскаемся мы вслух нас рвут как на некогда из преисподней скинны первое на шестое 08 я этого больше всего не боял ай еще не ударилось от пол готово? готово можем